Андрей Колесников, Знания сжатом. Расскажу о книге «Жлобология. Откуда берутся деньги и почему не у меня». Автор Алексей Марков, серия «Звезды Рунета. Бизнес». Если вы всю жизнь думаете, как же так, почему все зарабатывают больше меня, как им удалось сэкономить больше, с меньшей зарплатой, то этот рассказ точно для вас. Изучая кейсы, реальные кейсы из злобологии, вы действительно поймете, как стать богаче, ну или хотя бы умнее. Почему некоторые люди богаты, а некоторые бедны? Как так вышло и что делать? 70% самого бедного населения и земного шара владеют себя 3% мирового богатства. Немного обидно, правда ли? Дальше идут те, у кого капитал от 10 до 100 к долларов. Их примерно пятая часть человечества. Но богатство у них примерно 11-12%. Если у вас за душой от 100 к до миллиона долларов, вы входите в топ-8. Именно эта группа владеет 40% денег мира. Людей с капиталом больше ляма баксов, меньше 1%, и у них 46% мирового богатства. Бедные беднеют, богатые богатеют. Похоже, с этим мало что можно сделать. Но те, кто это понял и признал, имеют гораздо больше шансов на то, чтобы оказаться среди вторых. Просмотрим бедность и богатство с разных сторон, иногда неожиданно. Сначала расскажу о неравенстве и несправедливости. Поговорим о глобализации. Узнаем, куда девается средний класс. Как устроена черная финансовая дыра и почему она засасывает лучших. Обсудим образование. Поговорим о нищенстве. Почему у людей нет денег. Как они умудряются попасть в долговую яму. Что тянет на дно среднего человека. Расскажу, как выйти на пенсию в 35. Как найти в себе силы уволиться на пике карьеры. Поговорим о стартапах, венчурных инвестициях. Откуда берутся единороги. Сколько зарабатывают их создатели. Почему на бирже так много убыточных компаний. Почему все больше денег достается все меньшему количеству стартапов. Расскажу о власти корпорации. Как они постепенно овладевают миром. Обсудим, как превратиться в богача. Откуда берутся миллионеры. Можно ли, могут ли деньги купить счастье. Как стать счастливее, даже если вы не богаты. И завершение нескольких кейсов. Все из жизни поучительно. Это вам не НБА. Итак, неравенство и несправедливость. Мы плохо осознаем современные тенденции в экономике и политике. Точно как рыбы, которые не замечают окружающие их воду. Нам трудно отделаться и взглянуть на ситуацию в исторической перспективе. Экономику простых ремесленников, товаропроизводителей мы видим каждый день. Самые адекватные и полезные для государства люди. Это как раз самозанятые, ремесленники, содержащиеся собственным трудом в своей семье. Экономическое положение таких людей доказывает всем окружающим, что неравенство, основанное на личном труде и таланте, не просто допустимо, а абсолютно справедливо. Карл Маркс составил, казалось бы, логичный исторический ряд. Сначала азиатский, потом античный, феодальные способы производства. За ним современный, буржуазный. Дальше у него шел загнивающий капитализм. Затем катастрофа, после которой на всей планете наступает счастливый коммунизм. Сегодня экономика все больше основывается на разнообразии талантов и потребностей. Чем меньше предрассудков, тем больше способностей, тем радостнее жить. Так банальные районные МФЦ, например, очеловечили российскую бюрократическую машину за каких-то там 5 лет. А ведь это просто технология. Как чек-лист у пилота или регламент патрулирования улиц у наряда полиции. Тут не надо ничего изобретать, все есть готовое. Погоня за глянцевой жизнью, которой достигнут считанные единицы, обрекает основную массу на постоянную депрессию и разочарование. Минимальный базовый доход нужен. А вот государственные функции хорошо бы передать в частные рубки и всевозможный блокчейн. Безусловный доход не вызовет приобретенную беспомощность, а наоборот избавит людей от нее. Это вам не пособие по безработице, которое фактически вынуждает граждан с пониженной социальной ответственностью бездельничать, только бы им не перестали выдавать халявные бабришки. Прямо при нас создается новый миропорядок, когда все вроде как можно, но вообще-то нельзя. Обиженные не дремлют, а сбиваются в кружки по интересам и качают права похлеще иных бесправных. За последние 40 лет страшнее всего расслояние выросло, сюрприз, в России. В 2016 году Москва оказалась на третьем месте в мире по числу долларовых миллиардеров. Это после Нью-Йорка и Гонконга. Вторая страна по темпам расслоения это Индия. Неравенство в США достигло уровня Великой Депрессии. Верхние 40% населения в 10 раз богаче нижних 60%. 40 лет назад соотношение было 6 к 1. Вообще война хорошо выравнивает общество, а в мирное время все наоборот. Предприимчивые, облапошивают лохов, пусть не сразу, зато надежно. Рэй Далио пишет, что в Америке сейчас фактически существуют две разные и плохо связанные экономики. Обзоры книги Рэй Далио под видео. У бедняков капитал сосредоточен в недвижении 54% и машине 8% и доле в собственном малом бизнесе. Все это не ликвиды. У американских богачей 41% капитала очень ликвиден. Это акции 27%, облигации 8% и наличные 6%. С пассивами тоже все интересно. У бедной части населения задолженность сосредоточена в студенческих займах, машинах и кредитных картах. А это все дорогие пассивы. У богатых же самая большая часть долгов спрятана в недвижимости 72%. А это наиболее дешевый кредит из всех возможных. То есть даже структура долгов усиливает расслоение. Причем супер богатые становятся супер богаче. Неравенство это симптом. Это признак постиндустриальной эпохи. Некоторые аспекты современного миростройства, аутсорсинг, роботы, искусственный интеллект, снижают зарплаты простых американских пареньков. Но, что также очевидно, они же повышают зарплаты в других местах, типа Тайваня, Сингапура, Шанхая и Бангалора. Но есть одно но. Медианные, то есть не средние зарплаты американцев стоят примерно на одном уровне уже лет 50, тогда как доходы верхушки растут как на дрожжах. А это тревожно. Где зарылась несправедливость? Куча отраслей промышленности, технологии, масс-медиа, фарма сейчас управляется несколькими эгломератами компаний. Так, большой корпорации проще манипулировать общественным мнением, чем заниматься изобретательством и инвестициями. Поэтому новые лекарства так безумно дороги, а корпоративные налоги не так уж и велики. По всему миру уменьшается влияние профсоюзов. Куча контор заставляет новых сотрудников подписывать контракты с разными хитроумными пунктами. Не разглашение, запрет о работе на конкурента. По Российскому трудовому кодексу, кстати, такое запрещено. И другие ограничения. К тому же, чуть ли не половина американских рабочих, при найме на работу, подписывает обязательства о том, что не будут подавать суд на работодателя при трудовом конфликте. Или при увольнении. Многие компании замещают сотрудников на временных индусов и прочих подрядчиков. Независимые фрилансеры, контракторы, аутсорсеры живут от платежа к платежу. Без страховки, отпуска, без возможности карьерного роста. Фондовый рынок вознаграждает инвестиции в развитие и обновление производства. Но еще сильнее он вознаграждает владельцев хедж-фондов за перемещение денег и зарплат зажиточного среднего класса в руки портфельным управляющим. Пока доходы простых людей стоят на месте, американские корпоративные прибыли подросли с 20 до 25% ВВП. Это еще не учитывая бешеных премий топов. С ними-то средние зарплаты неплохо растут, но вот медианы стабильно проигрывают инфляцию. Формально безработица в США падает. Но новые рабочие места, это совсем не те места, что раньше. Из-за автоматизации и глобальных систем наблюдения, синим воротничкам стало гораздо тяжелее. За всеми следят. Взять каких-нибудь дальнобойщиков, которым внедрили GPS. Девчонок из колл-центров, где записывают все разговоры. Метки на рабочих автозаводах и складов. Система отслеживания трафика в офисных туалетах и так далее. Все для того, чтобы без остатка выкачивать из людей труд. Это пока еще искусственный интеллект не овладел постановкой KPI. Но осталось недолго. Дал ему на входе бигдату о сотрудниках и на выходе профит контор. Так несколько лет и, глядишь, люди забегают так, что все вдруг поймут. Штат офисных клерков можно резать раза в два без особых потерь для выручки компании. Сорос считает, что капитализм хищно подрывает изначально открытое и дружелюбное человеческое общество. Капитализм гонится за рентабельностью, а не за экологичностью и не за правами рабочего класса. Регионы опустошаются, беднеют. Народ бежит от нищеты и отсутствия социальных лифтов. Да не только от отчаянной бедности, а от банальной безработицы. Традиционное сельское хозяйство, к примеру, становится невероятно эффективным. Сколько рабочих рук просто не нужно. Увольнения будут большие. Китай тихонько, но уверенно подбирается к основным американским технологическим гигантам. Вкладывая в компании среднего размера по всей Кремниевой долине. В Поднебесной вообще придумали интересную схему. У них есть как бы независимый Гонконг, где полный капитализм и на нем можно все империалистические стучки обкатывать. Что работает, забираем на материк и дико безудержно внедряем. Футбол легитимизирует текущее положение вещей, представляя узкую группу богатых победителей как норму. Которая нивелирует все риски, связанные с участием данной практики. Футбол лишь скрывает главный смысл игры. Перенос конкурентных отношений с экрана в повседневность. Их незаметное оправдание. Чтобы народ привыкал к тому, что есть сильные, богатые, умелые игроки клуба и сборные. И они закономерно хотят с небольшой долей случайностью побеждают слабых, бедных и неумелых. А почему они сильные, богатые и умелые? Ну так повелось, не вашего ума дело. Глядишь, скоро останется на планете несколько тысяч рептилоидов и 10 миллиардов нищебродов. В среднем тут, похоже, места нет. Средний класс вымирает повсеместно. В Штатах есть свой ржавый пояс. Растбелта, глубокий юг, Аппалачи. Ну, стандартные такие захолустья. Однако, выяснилось, что плохие-то на самом деле везде. Большинство взрослых американцев уже не входят в средний класс. Несколько десятилетий растущего расслоения и перевод производства в Азию сделали свое дело. Доля середнячков упала даже в мегаполисах типа Вашингтона, Сан-Франциско, Атланта, Денвера. Выяснилось, что в 200 из 230 американских городских кругов средний класс упал. У них средний класс это 2 третих до 2 медианных доходов. На американскую семью из трех человек в 2014 году это был диапазон от 42 тысяч до 125 тысяч, очень неплохо, долларов в год. Кстати, тот факт, что медианный доход с 2000 года падал, вроде бы означает, что войти в средний класс должно быть проще. Но не тут-то было. Расслоение растет. По мере исчезновения среднего класса, высшие и низшие классы растут и по размеру, и по своей важности. Исследования показывают, что верно и обратно. В районах, где нарастает расслоение, средний класс уменьшается. Поэтому берегите середнячков. Без них жизнь будет куда как маргинальна. Сейчас медианный доход домохозяйства ниже того, что был 10 лет назад. Средний класс в беде. Раньше при лошадке экономики доход рос у всех. В том числе, конечно, у рабочего класса. Но за последние 25 лет американский ВВП вырос на 85% с корректировкой на инфляцию. А вот доход средней семьи не вырос совсем. При этом на долю в экономику корпоративные прибыли стали в 2 раза толще. Плюс рабочие сейчас производят в 2 раза больше товаров в час, чем 20 лет назад. Но как класс они стали получать даже меньше. Только небольшая доля американцев выигрывает от экономического роста. Снижение налогов, стимулирование потребления, низкие ставки не вернули средний класс к послевоенной стабильности. Обеднение приносит неприятные посредства. Американцам просто становится негде жить. Аренда растет, ипотеку не дают. Если семья получает меньше 30% среднего медианного дохода по штату, шанс найти жилье у нее очень небольшой. Всего лишь 21%. Четверть потребностей закрывает социальные службы. Получается, что больше половины, 54% бедняков, должны уйти в палатки. Но проблема не только в этом. За последние годы ситуация только ухудшилась. Во-первых, бедных США стало больше. Они вываливаются из среднего класса. Во-вторых, они стали беднее. Появляются всякие занятные жилищные эффекты. Трейлер парки давно стигматизированы как нежелательный. Трейлер – это последняя остановка перед чертой бедности для обычной семьи с детьми или для стариков с минимальной пенсией. Жить там довольно тяжело, а совершать злодеяние, наоборот, довольно удобно. Но средний класс неумолимо исчезает, а социального жилья не хватает. В последние годы американцы стали присматриваться к трейлерам и инвесторы не заставили себя ждать. Для начала сборище сараев на колесах перевиновали в сообщество передвижных домов. И жителям стало сразу веселее. Сообщество – это же совсем другое дело. В 2018 году средний американский дом стоит 286 тысяч долларов. Около 8 лет медианного дохода. А быстросборный панельный, правда, без колес, можно купить 1570. Аренда такого домика тоже, конечно, намного дешевле обычного. И по мере роста цен на недвижимость, средние американцы уже задумываются о переселении в такие места. Девелоперы и инвесторы, как, например, вездесущий Уоррен Баффет, вкладывают немалые деньги, чтобы выдать из беднеющего среднего класса последние копейки. На стоянках строятся бассейны, парки, дома быта, даже дворцы культуры. Нужно же как-то зарабатывать на миллениалах. В американской недвижимости это сейчас самое жирное направление. Американская экономика перестала предоставлять процветание всем подряд. Миллионы рабочих мест за последние четверть века испарились. Американцы работают как проклятые, только чтобы заплатить по кредиткам. В 90-е, в 2001-2008 годах рабочие места резко сокращались, но страшно другое. Они не восстанавливались обратно при экономическом росте, как это случалось раньше, в послевоенный год. Эти рабочие места переехали в Азию или заместились машинами. Конкуренция дико давит на доходы простых работяг. Если рабочий класс зарабатывает меньше, то он и тратит меньше. И времени на детей у него меньше. И свой бизнес простой паренек из Оклахомы точно не начнет. Жирный средний класс – залог появления стартапов и предпринимателей. В местах, где среднего класса много, и детям бедняков пробиться гораздо легче. Этим можно объяснить и тягу гастарбайтеров, привозить свои семьи с родины. Родителям трудно, зато детям будет проще. За последние 10 лет рабочие места на американском производстве сократились примерно на 40%. Это из-за растущей мировой торговли. Просто большинство товаров стало дешевле производить в Китае. Китай нанес удар именно по синим воротничкам. Самый ценный актив любого рабочего – это навык делать то, что другие не умеют. То есть редкость, свой, так сказать, талант на рынке. Если талант перестает быть редким, работать приходится больше. Дорожка в средний класс изменилась. Теперь она проходит через высшее образование. Но создается своеобразная ловушка. Если ты беден, у тебя нет денег на образование, которое вытащит тебя из бедности. Сейчас люди гораздо чаще бросают институт и реже поступают. Если ты едва сводишь концы с концами, любая мелочь может выкнуть тебя на обочину жизни. И человек решает забить на учебу или стащить банку Red Bull из ближайшей пятерочки. Решения эти вполне объяснимы. В такой компании ты как бы ничем не рискуешь. Кажется, что будущего и так нет. Реально, что трепыхаться там? Экономика со средним классом понемногу скукоживается. Последние десятилетия финансовый мир засосал самых умных, самых амбициозных, самых талантливых людей непропорционально огромными заработками. И не факт, что это полезно для всего ВВП. Доля финансовой отрасли в Америке выросла за последние 50 лет в два раза до 8%. Но смысл остается примерно такой же. Финансистам надо получать деньги у инвесторов и переправить их компаниям, которые будут расти, создавать рабочие места и профит. Финансовая система, конечно, супер важна. Но когда она слишком разрастается, ничего хорошего не жди. Рынки это как трубы с водой. Надо ее донести из водохранилища инвестора к людям. Которым она нужна. Предпринимателям, управленцам, ипотечникам. Так вот, новых труб настроили кучу. Сектор рос в 6 раз быстрее, чем остальная экономика. А больше труб, больше нужно водопроводчикам. И людей засасывает в систему. Образованным людям стало просто глупо идти в другие отрасли. Сегодня в топ-1 самых высокооплачиваемых работников, два раза больше финансистов, чем 40 лет назад. Люди из низов уже не могут пробиться наверх. Рабочих прямо-таки выдавливают на менее выгодные позиции. И получается, что люди не могут выдать свой полный потенциал. Дочка-уборщица когда-то могла выучиться на инженера. Сейчас уже нет. Бедные не могут приобрести более ценные скиллы. Элита перетекает на Уолл-стрит, в Кремниевую долину, где начало богатеть еще больше. В послевоенную эпоху все было иначе. Люди могли вкладывать свое развитие и пробивать дорогу своим детям. Чтобы пробиться выше, рабочим нужно образование. А это ловушка. Ведь работа на низкооплачиваемой должности подразумевает долгий и тяжелый труд. А это плохо комбинируется с обучением. Плавный, но неумолимый переход к экономике услуг означает, что высокооплачиваемую работу найти все труднее. Сейчас рост достается не всем. В стране общий личный доход американцев за последние 25 лет удвоился, а для топ-5% населения утроился. Исследования достоверно показывают, что сильный средний класс – краеугольный камень растущей экономики. Семеро из десяти предпринимателей из среднего класса. Именно они могут позволить себе рискнуть. В стране с более плавным распределением дохода и периоды экономического роста длиннее. Но за последние годы средний класс планомерно уничтожали. Практически по всему миру, может быть за исключением только Азии. Власть имущий целенаправленно давит среднячков. Высокие налоги на недвижимость давит не на супербогатый, а как раз на тех, для кого квартира в большом городе вдруг стала неподъемной ножей. Это называется пауперизацией. Понятное дело, проще управлять бедными, необразованными, больными и голодными гражданами. Предпринимательский талант сейчас это собрать команду из трех-пяти человек и найти инвестиции по миллиону долларов на брат. Такой предприниматель скорее сократит количество рабочих мест, чем создаст их. Десятеры и сотни, которые стали миллиардерами, работали обычными продажниками. Это пятая часть из тех, кто начал с обычной работы. Потом шли трейдеры, разработчики софта, инженеры. Джордж Сорос ходил по домам и продавал игрушки. Майкл Делл продавал рекламу в газете. Билл Гейтс продавал свою операционку. А Стив Джобс компьютер своего боевого товарища Стива Возника. Заметьте, кто из них прославился больше? Инженер или изобретатель, или продавец? Зачем вообще люди ломятся в ВУЗы? Прежде всего, высшее образование дает набор фактов и знаний о мире. В хорошем ВУЗе эти знания будут объединены в систему, которую выпускник теоретически может использовать, настраивать, самостоятельно расширять. Сейчас мы сильно недооцениваем некогнитивные навыки и переоцениваем знания фактов. Чтение. Те, у кого есть высшее образование, читают значимо больше прочих. Некоторые демографические показатели хорошо коррелируют с чтением. Взрослые с доходом менее 30 тысяч в год читают книги в три раза реже. Богатые умнеют и богатеют. Бедные идут в плохие ВУЗы, либо идут туда за корочкой и ничего после этого не могут. Интеллектуалы льнут к интеллектуалкам. Тупые, сами понимаете, кому. И институт играет тут огромную роль, потому что это самая большая стройка социальных связей в жизни. Сильнее всего за последние 20 лет подражали именно образование и медицину. Поэтому чтение помогает выбиться в люди, а вот как не остаться по жизни нищим и обездоленным, не учат вообще нигде. Ну, кроме развитой этой книги и моего рассказа. Посмотрим эффект богатства. Люди начинают тратить больше денег, если они считают, что стали богаче. Американцы увеличивают свои траты с каждым доллара прироста цены на доллар. То есть доходы-то у них не растут, а вот расходы, да. Вопрос, откуда они берутся? Понятно, с кредитки. Часто люди, которые очень хотят быстро разбогатеть, что-то кому-то задолжают. И этот долг тянет их на дно. Поэтому одна из самых неприятных вещей для подающего надежды богача – это кредиты. Причем потребительские кредиты. Они опасны. Многие люди постоянно борются с нищетой. Чаще всего дело тут в шизофреническом подходе к жизни. Из года в год они делают одно и то же, надеясь, что что-то изменится. Но сюрприз ничего не меняется. Чаще всего вашу жизнь определяют не то, что вы делаете, а то, чего вы не делаете. Да, это не очевидно. Исследование обнаружило довольно слабое подтверждение базовой гипотезы, что способность откладывать удовольствие приводит к успеху в жизни. Вместо этого вышло, что возможность продержаться до второй зефирины, известный зефировый тест, большей частью определяется финансовым положением семьи. Семьи ребенка. И вот оно-то большей частью и объясняет будущие успехи. А вовсе не умение откладывать удовольствие на потом. Самоконтроль, взятый отдельно от всего, не позволяет детям преодолеть пропасть в благосостоянии и социальном окружении. Состояние нехватки чего-либо изменяет образ мышления людей. Бедность легко может сподвигнуть человека на сиюминутную награду. Маргиналы просто иначе оценивают то, что им доступно. Другими словами, второй зефир не имеет значения, если ты сомневаешься, что тебе вообще достанется зефир. Итак, давайте еще раз обдумаем привычки бедноты. Во-первых, неоправданно рискованное поведение. Наркотики, алкоголь, приятели из криминального мира, ранняя беременность. Нищие по уши в долгах. Им постоянно хочется есть. Зачастую негде жить. Они болеют и не лечатся по-человечески. Дорога на работу занимает несколько часов. Столько же на учебу. И спят они по пять часов в лучшем случае. Если не работают во вторую смену. Даже если они и хотят выбиться в люди, их образ жизни сам собой провоцирует вредные для финансового благополучия привычки. Не умея зарабатывать, они не умеют и тратить. И зефир тут, похоже, ни при чем. Как тратят богачи? Стоит понаблюдать, как люди разного достатка управляют своими денежными потоками. Богатые любят тратить больше на ипотеку, чем на аренду. С ростом доходов люди начинают больше тратить на еду. Причем меняется именно качество еды. Чем больше люди зарабатывают, тем больше они откладывают. И зависимость нелинейная. Так несколько лет и окажется, что доход с капитала богачей уже покрывает их базовый трат. А бедняки, в угу, останутся бедняками. Следующая тема. Тридцатилетние пенсионеры. Живи в проголодь у Ольса Молодых. Я сейчас про настоящих реальных трудяк, которые горбатились, как проклятые. Ржали доширак, откладывали больше половины зарплаты ради одной цели. Уйти с работы в 30 лет или немного позже. Конечно, 40-е выглядит более реалистичным, но в 40 уже, наверное, не так сильно хочется на море, в горы или на туусы. После 40 мало чего хочется, кроме как поспать. Существует вполне реальная возможность не ждать 15 лет до своей пенсионной мечты. Может быть, вы хотите написать роман, или каждый день играть в блюз в ближайшем баре, или стать художником. Если вы за 8-10 лет отложили 300-400 тысяч долларов, то и дополнительного дохода вам должно хватить, при этом занимаясь любимым делом. Пенсия – это никогда не работаешь, когда не ходишь на работу с 10 до 6. Просто теперь ваша работа вам в кайф. Идея о том, что бережливость – это не ограничение, а освобождение. А лакшери лайфстайл – это слабость. Особенно, когда лакшери в кредит. Экстремальная скупость некоторых миллениалов частично объясняется неверием в рост экономики. Они начали искать работу как раз перед кризисом 2008 года. Прекрасно видели, как рабочие места сокращаются, дома дешевеют, зарплаты стагнируют. А в то же время юные ленинцы, Цукерберг, Дуров и всякие фаундеры Snapchat, Uber и Airbnb вовсю седлали единорогов, становились миллиардерами раньше 30. Желание вырваться из оков традиционной работы оказывается вполне реализуемым. После этого можно выбежать из трех часов марафона, проехаться вокруг света и все это время радостно наблюдать за растущим инвестиционным портфелем. Наемная работа – это современный вариант рабства. Единственный вариант мятежа – ваш банковский счет. Плюнуть на крысиный бега – тема не новая. Еще хиппи в 60-е предпочитали ничего не делать, жить в трейлерах, трахаться напропалую, дуть, бухать, езжать, что придется. Но вернемся к рынку. Как пережить обвал фондового рынка? Нужно, естественно, подкладывать соломку. Во-первых, когда живешь с дивидендов, можно постараться обойтись вообще без продажи акций из основной части портфеля. История показывает, что компании продолжают платить дивиденды даже в сложные времена. Во-вторых, если покупать индекс без плеча в виде ETF, совсем уже в кризисе оказаться трудно. У нормальных ETF в комиссии мизерные, 0,1% в год, например. А сейчас появляются даже бесплатные фонды. Все компании из портфеля сразу не обанкротятся. Далее, надо держать в портфеле изрядную долю, 20-40% облигаций, рейдов, привилегированных акций с высокими дивидендами. Напомню, мы говорим о возможности жить с инвестицией. В-четвертых, от страшных потрясений и черных лебедей надо держать в отдельной заначке кэш на несколько лет спокойной жизни. Ну и в-пятых, нужно иметь план B в виде переселения в Таиланд или в Вьетнам где цена жизни ниже доходов с похудевшего портфеля. Ну или хотя бы в Краснодар или Крым. Смысл хеджирования на каждую неприятную ситуацию у вас есть ответ. Пенсия, которая начинается задолго до того, как поседеют волосы, которая продлится 40, 50 или 60 лет, да, пожалуй, это странновато. Чем заниматься-то в свободное время? А если сделать свою компанию? Это ведь круто. Деньги взять у добрых дяденек, инвесторов, идею украсть у Цикерберга. Давайте попробуем разобраться. Денег в мире, правда, вроде бы много, но вот сконцентрированы они в весьма узком кругу управляющих фондов. И ищут эти фонды нечто особенное, не просто новую или интересную бизнес-модель, не просто что-то быстрорастущее или прибыльное. Венчурные капиталисты ищут нечто такое, что может принести им миллиарды. За жадностью капиталистов мы заметим кое-что примечательное. Стартапы вместо того, чтобы создавать работающие бизнес-модели, фокусируются на фондрайзинге, бесконечном найме и международной экспансии. Вместо борьбы за профит, проинвестированные компании превращаются в огромные машины для сжигания денег. При этом все меньше и меньше стартапов получают деньги. Но успешные компании собирают колоссальные циклопические инвестиции на самых ранних этапах. Капиталисты подняли план. Сейчас такие фонды, как SoftBank Vision, даже не будут вкладывать меньше 100 миллионов долларов. Поэтому будущие единороги просто обязаны брать деньги и пытаться вырасти. Рост любой ценой приводит, естественно, к постоянным и даже постоянно растущим убыткам. Компании попадает в замкнутый круг роста начальных деньгах. Чтобы оставаться привлекательной, ей надо расти. Чтобы расти, ей нужно еще больше денег. Поэтому прибыль откладывается на потом. А вот поиск новых инвестиций становится главным приоритетом. 20 лет назад Google подняли 36 миллионов долларов. Через 3 года стали прибыльным, а через 6 вышел на биржу. Сегодня компании остаются частными многие годы подряд, пытаясь вырасти. Так Uber поднял 22 миллиарда и за 9 лет прибыльным пока не стал. Все хотят получить кусок единорога. Но с чужим баблом есть и некоторые проблемы. Во-первых, фонды делают крупные ставки. Во-вторых, большие венчурные капиталисты стали очень разборчивы и редко делают больше 2-3 инвестиций в год. Они ищут стартапы, которые показывают взрывной рост на широких рынках. Компания, которая продастся за 50 миллионов долларов и принесет им 30% прибыли, не сыграет большой роли. Хозяева и вкладчики фонда приходят туда не за этим. Инвесторы предпочтут затоптать маленький хороший стартапчик до смерти, пытаясь вытащить его в единороги, чем согласятся на небольшую положительную сделку. А фаундерам придется пропустить классное лично для них предложение, лишь потому что большому дяде оно кажется недостаточно грандиозным. Венчурное финансирование ищет быстрорастущие компании, а не изобретатели чего-то нового и прекрасного. Они хотят сделать из вас 100 миллионную контору задолго того, как вы готовы вырасти до 10 миллионов. Капиталист будет любой ценой педалить за бешеный рост. Стань большим или стань ненужным. Выбирай. Фаунду нужен рост от 10 до 30 раз. И нужен он в течение 6-8 лет. Редко какой фонд создается на более долгий срок. Поэтому компаниям приходится рвать задницу и решать проблему, о которых они даже не думают. Росту доходов уделяется такое огромное значение, что никто не смотрит, какой ценой оно происходит. Потратим миллион на рекламу, чтобы заработать 500 тысяч. Вот это я понимаю бизнес. Венчурные капиталисты вообще не какие-то супер ученые с гениальными моделями оценки стартапов. Скорее наоборот. Они тычут пальцем в небо в надежде попасть в анальное отверстие однорогому чуду. Слепая вера, интитуиция, косячок и черт знает что еще. Их советы часто приносят компании отрицательную пользу. Три четверти стартапов, получившие финансирование, оказываются в убытке. А 95% не приносят ожидаемого дохода. Фонды, понятное дело, не любят рассказывать о своих мертвецах. Больше половины венчурных фондов выдают инвесторам всего несколько процентов дохода. А 20% вообще оказываются в убытках. Да и куча кэша еще не гарантия успеха. Основателей заманивают огромными инвестициями, которых хватит на много лет работы в компании. Но похоже, что привлеченные суммы отрицательно скоррелированы с успехом. Инвесторы уже несколько лет оценивают не кэшфлоу и не профит, а размер рынка и темпы роста. Следующая тема. Власть корпораций. Годы слияния и поглощения сильно уменьшили желание корпорации привлекать и нанимать новых рабочих. Ибо зачем? Все уже поделено, прекрасно работает. Так фермеры не могут составить конкуренцию агропломышленным коллабиратам. Монополия. Основной драйв неравенства. В Америке олигопольным положением совершенно открыто пользуются фармакологии, телекомии, здравоохранения, авиаперевозки. Прибыли корпорации выше, чем когда-либо. И огромная их часть поступает в нескольких гигантских циклопических инвестиционных фондов типа BlackRock или Fidelity. Инвестбанкиры – самый острый клык нового оскала капитализма. Саморегулирующие рынки и конкуренции неизбежно и закономерно проиграют битву с концентрированными деньгами и властью. В нашей суровой реальности объективизм уткнулся в стену олигархической жадности монополистов, выдавливающей соки из нищих, обогащая горстку богатых. Кумовство имеет значимый экономический эффект на инвестиции и исследования. Негатив происходит от того, что на заднице сидеть гораздо удобнее, чем искать варианты, интересные для компании вложений. Причина такого сидения – тупость и отсутствие скиллов. Отрицательный отбор в действии. Доказано, что те, кто оказался в своем кресле благодаря кумовству или покровительству, имеют свойство пропускать ценные инвестиционные возможности. Моральная угроза тут совершенно явная. У людей попросту меньше стимулов работать. Получил свою зарплату – и ладно, чего трепахаться. У средних и мелких предпринимателей есть две серьезные проблемы. И оба ничего хорошего среднему классу не сулят. Первое – это слишком малая часть нынешних предпринимателей создает рабочие места. И второе – слишком большая часть нынешних предпринимателей поощряет богатых управленцев за счет всех остальных. Этот сдвиг происходил медленно и неуклонно. Среднему классу просто неоткуда браться. В новой бизнесе появляется все реже. Тенденция – это уже больше 20 лет, а после 2000 года все стало только хуже. Все меньше американцев работает в стартапах. Да и доля стартапов снизилась, даже в хай-теке. Для среднего класса это плохой знак. Только что созданные компании создают гораздо больше рабочих мест, чем старых. Это правило соблюдается, несмотря на то, что куча стартапов проваливается в ад. Больше рабочих мест, больше конкуренция среди работодателей, а это более высокие зарплаты, чтобы привлечь хороших специалистов. Новые компании в некотором роде смазывают мотор капитализма. Ведь из-за них растет конкуренция. Слабые фирмы дохнут, сильные или более инновационные растут. Этот механизм – залог того, что страна эксплуатирует людей, деньги и технологии наиболее эффективным способом. Производительность труда растет. Сейчас же появляется меньше новых компаний и меньше их в старых динозаврах скопытивается. Это обнаруживает неприятную проблему. Большие старые фирмы заинтересованы в сохранении статус-кво. Даже прилагают усилия для того, чтобы сделать среду менее конкурентноспособной. Они добиваются снижения налогов, бесцеремонно срождаются за госконтракты и лоббируют изменения в законодательстве, чтобы не допустить появления новых игроков или задавить их в зародыш. Сейчас публичных компаний в два раза меньше, чем 20 лет назад. Большинство новых компаний рассчитывают на частный капитал, помогая создавать систему, в которой венчурные капиталисты зарабатывают на экономике стартапов. Рядовому инвестору этот вариант вложений стал практически недоступен. Раньше растущие компании планировали IPO как главный этап развития. Но сейчас у 90% компаний план другой. Продаться кому-то большому. Google, Amazon, Facebook, Microsoft. Институциональные инвесторы вкладываются без огласки и получают огромные прибыли при продаже фирмы. Но обычно ребята от таких рынков отгорожены высокой стеной бабла и непонимания. Когда проинвестированные стартапы все-таки выходят на IPO, все соки из них уже выжаты венчурными капиталистами. И хотя публичных компаний стало за 20 лет в два раза меньше, сами они стали гораздо крупнее. Но золотые-то дни быстрорастущего стартапа уже съедены фондами. Например, у Airbnb рост базы пользователей упал с 44% в 2016 до всего 7% в 2019. Немного про экзотические инвестиции. В 2016 году Калифорния проголосовала за продажу марихуаны не только в медицинских, но и в полезных целях. А с начала 2018 ее стало можно продавать любому прохожему без рецептов. По оценкам таких отравяных экспертов, 2019 год принес индустрии более 5 миллиардов долларов. Даже Coca-Cola вела переговоры с канадским производителем травки Aurora Cannabis по поводу добавки свежего каннабиола в колу. В Coca-Cola внимательно наблюдает за ростом потребления психонеактивного каннабиола как составляющего функциональных напитков. Причем Coca-Cola, продажи которой падают с каждым годом, не первая с такой идеей. Так производитель пива Corona увеличивает свою долю в другом канадском райском саду Canopy Grosse. Давайте посмотрим на глобальный отчет банка Credit Suisse о последние сотни лет в инвестиции. В целом богатство супербогатых ультра-хай-нетов распределяется так. 25% это финансовые активы, акции, облигации, кэш. 24% коммерческая недвижимость, 23% бизнес, 16% жилой недвижимость и 6% богатства вложенных предметов коллекционеров. Поговорим, как превратиться в богача и не сдохнуть в процессе. Итак, типичные привычки богатых людей. Сейчас я одним предложением сэкономлю вам томов 10 популярной деловой литературы. Итак, привычки в целом достаточно банальны. Регулярно читать, правильно питаться, заниматься физкультурой, устанавливать цели, перезванивать и отвечать на письма. Рано вставать, откладывать деньги, инвестировать сбережения, тратить меньше, чем зарабатывать. Пробовать новое, экономить, не откладывать важные дела на потом. Принять ответственность за свои решения, следовать за мечтой. Вот и все. Круто? Ну, начинайте. Почему деньги у кого-то задерживаются и прибавляются, а у других утекает свой с пальцем? Давайте попытаемся все-таки разобраться. Одно интересное исследование деляет три категории богачей по способу строительства состояния. Первая категория – бережливый инвестор. Их около 22%. У них не было долгов, а пассивный доход превышал расходы. Признаки бережливого инвестора. Средняя зарплата, низкие стандарты жизни. Доходы всегда превышают расходы. Откладывается в загашник не менее пятой части дохода. В сбережения инвестируются. Богачом такого типа люди становятся в среднем за 32 года, а их состояние около 3 миллионов долларов. Так себе развлечение. Однако наиболее реальное из трех вариантов. Вторая категория – это виртуозы. Примерно 27% богачей в исследовании. Это лучшие в своей карьере, профессии или отрасли. Тут два варианта. Либо они работали в больших корпорациях, где значительную часть дохода составляли акции. Либо они были предпринимателями или владельцами небольшого прибыльного бизнеса. В среднем им потребовалось 20 лет, чтобы сэкономить около 4 миллиона долларов. Третья и самая богатая категория – это мечтатели. Их оказалось 51% от опрошенных миллионеров. Они следовали за мечтой и превратили ее в реальность. В какой-то момент мечта принесла им хорошие деньги, и они скопили порядка 7,5 миллионов за 12 лет. Важный вопрос. Могут ли деньги купить счастье? Деньги прибавляют немного счастья, но только ограниченное его количество. Посмотрим на доклад о мировом счастье от Всемирного банка. По мере роста благосостояния, счастье населения растет, но только в самом начале прибавки. Как только базовые потребности удовлетворены, наступает рассинхрон, и предсказать что-то на модели становится труднее. В Гонконге, Ирландии, Сингапуре, Люксембурге денег много, а счастья не очень. Впрочем, самые счастливые страны все-таки очень богаты. Норвегия, Дания, Швейцария. Похоже, что норвежцы счастливы не за нефтяного богатства, а вопреки нефти. Они сделали осознанный выбор – качать нефть медленно, а доходы от продажи вкладывать в будущее. Может быть поэтому норвежский пенсионный фонд – один из самых больших в мире. Для такого решения требуется высокое доверие к правительству, и у граждан страны появляется полезное для здоровья ощущение общественности. Но гораздо больше на счастье влияет забота, свобода, честность, здоровье, хорошее госправление. Как сделаться счастливее, даже если у вас мало денег? Очень просто. Следите за здоровьем, будьте честны, доверяйте окружающим, проводите больше времени с друзьями. Все это звучит так банально, что многие даже сомневаются в том, что это работает. Но это действительно работает. Мощный способ добавить в жизнь счастья – регулярный секс. Те, у кого секс раз в неделю или чаще, на 44% счастливее тех, у кого реже. Надеюсь, мой рассказ поможет еще чем-то мечтам о богатстве и стать счастливее. Но помните, что самые лучшие в мире вещи – это не вещи. Будьте счастливы и богаты. Под видео вы найдете ссылку на мой электронный конспект рассказа, а также ссылку на книгу. Подписывайтесь на канал, поддерживайте канал. До новых встреч! До новых встреч!